Деяние апостолов, 5 глава. Давайте я вам напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, так, чтобы было соединение всего того, что мы учили. И почему я избрал Деяние апостолов? Потому что я бы хотел, что через эту книгу мы все ободрились с тому, чтобы больше применять. Когда говоришь сложную проповедь, люди могут понять что-то, люди могут не понять. Но когда ты проповедуешь на Деяние, где все рассказы, невозможно не понять. Поэтому, в конце концов, Господь никогда не направлял свой взор на знания. Наоборот, Он говорил все время о применении. И поэтому я бы хотел, чтобы каждый из этой главы взял что-то, то, что можно будет думать, молиться в течение недели и позволить Духу Святому укрепить, закрепить и практиковать через нас. В 4 главе мы увидели двух апостолов закрытых. И они были судимы. Судимы за доброе. И в конце концов, этот суд повернулся большой проповеди Петра. У Петра, вообще-то, в Деянии апостолов всего лишь 5 проповедей. Одна во 2 главе, другая в 3, в 4, в 5 и последняя в 10 главе. Есть еще одно выступление в 1 главе перед верующими, но мы считаем проповеди, которые евангелизационные для того, чтобы люди пришли к Богу. И вот 4 проповедь будет в этой главе, в 5, но перед этим Он выступил перед судом. И вместо того, чтобы они обвинили Его, Он обвинил их. И мы знаем, чем закончилось это. Закончилось тем, что Он пришел в церкви. Церковь помолилась. И после того, как помолилась о смелости, вот то место, где они находились, сотряслось. И мы читаем дальше с 32 стиха. Все множество у верующих было едино сердце и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично Ему, но все у них было общее. Другими словами, нигде не сказано в Библии, чтобы мы продавали свое имение и делали все общее. Даже здесь мы находим, что в 5 главе мы находим, что это было ихное решение. Никто от них не требовал, никто им даже не подсказал этому делать. И мы понимаем, что это не является правилом в церкви. Но я бы хотел, чтобы вы посмотрели очень четко на контекст. На контекст такой. Они помолились. Помолились о смелости. Вдруг они стали смелыми, несмотря на всю опасность. Они вышли на улицу. И вот эта смелость, проповедь, слова объединила их. Потому что следующий стигает. Все множество у верующих было единой сердцем, единой душой. То есть, если мы хотим больше единства, это единство не произойдет, сидя в церкви. Это единство произойдет, если мы будем на улице что-то делать вместе. Результат всегда единства. Но когда мы говорим о единстве, единство может дойти до какого-то уровня. Единство эмоциональное, единство может быть в мышлении. Но когда идет о деньгах, очень редко ты видишь единство. Иногда в семьях нет единства, чтобы был один кошелек. То есть, когда доходит до материального, тогда, может быть, является этот настоящим тестом. Есть единство или нет. Так мы смотрим, что эти люди имели такое единство, что тут говорится, что у них было все общее. У них было действительно все общее. Это произошло только для того, чтобы объяснить нам, читателям, настолько сильно было это единство. Редко находишь людей, которые жили бы в такой коммуне, где все общее. Но дальше говорится, что апостолы продолжали с огромной силой, не просто с силой, с огромной силой свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа. И следующая глава это докажет. И Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. И опять повторяется, среди них не было ни одного нуждающего. Почему? Потому что у них, у кого были земли, дома, продавали, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. И вот рассказывается случай про одного человека с Кипра. Он левит. Его звали Иосиф. И этот человек пришел, продал и принес все деньги к ногам апостолам. Я один раз попался, когда был на Кипре. Я приехал на день позже, чем пришли спортсмены. Там была конференция спортсменов. И они говорят, слушай, здесь ученик Иисуса Христа по имени Иосиф. И здесь он с Кипра, он здесь похоронен. Я говорю, подождите, нет у Иисуса Христа ученик по имени Иосиф, который, значит, похоронен на Кипре. Они говорят, нет, нет, там Иосиф написано, даже стих из Библии. Я говорю, слушайте, я читаю Библию, нет такого. Так они меня посадили, потому что мы не знаем его под именем Иосифа, мы знаем его под именем Варнава. Варнава, это его кличка. Эту кличку дали ему апостолы. А почему они назвали? Потому что у него был дар. Дар душепопечителя. Его так и назвали, душепопечитель или сын утешения, что на их языке это Барнаба, то есть Варнава. Так вот, один случай, когда человек действительно под силой Духа Святого, он показал такую щедрость, потому что действительно единство видна и в щедрости. То есть, когда мы говорим, что мы едины, а среди нас есть люди, которые имеют нужду, а кто-то имеет достаточно денег, вы, конечно, будете сомневаться о единстве. И единство видна и в щедрости. И вдруг после этого сразу другой пример. Пример, ну, очень странный. Два, одна семья решили тоже продавать и принести деньги к ногам апостолам. Но они раньше договорились, что они не покажут всю сумму. Так они сделали. Пришел первый муж. И Петр говорит, ты за столько... Он сказал, вот, и дал деньги. А он говорит, ты за столько продал? Он говорит, да. И Петр сказал ему следующие слова. Слушай, когда она не была продана, не являлось ли это имением в твоем расположении? Ты мог ее не продать, никто у тебя не требовал. А если продал, не являлись ли деньги в твоем расположении? Ты мог делать с этими деньгами все, что хотел. Но раз решил принести эти деньги, почему ты сделал это лицемерно? Почему ты решил обмануть? И в тот момент он умер. То есть, Бог убил этого человека. И здесь вопрос к вам. Кто, кого вы знаете в Библии, что была вдовой всего лишь три часа? Жена. Она пришла через три часа. И Петр сразу проверил. За столько вы продали имение? Она говорит, да. И он говорит, слушай, вот те, которые похоронили твоего мужа, они вот еще, у них земля свежая на ботинках, они тебя сейчас уведут, и она умерла сразу. Ну, разумеется, ты бы не хотел войти в церковь, где бы тебя уносили ногами вперед, если ты не чистый. И, разумеется, эффект заимелся сразу. И мы читаем дальше, что никто из посторонних не смели, не смели присоединиться к ним. То есть, это было очень сильное очищение церкви. Их стало меньше сразу. Сначала их было много-много тысяч, но как только это произошло, многие люди посчитали лучше сидеть дома, чем объединяться с теми, которые... Это может оказаться фатальным. Зачем вообще Бог это сделал? Мы находим, что в начале пути Бог это сделал много раз. Например, когда сделали с Кинью, когда сделали место встречи с Богом, первые люди, которые неправильно подошли к Богу, это были дети Аарона. Вы знаете, что они сгорели. Они сгорели прямо перед Ковчегом. Мы находим еще в момент становления Израиля, когда Акан, Ахан, наверное, Ахав, на русском я не знаю, Эйкан на английском, значит, он захотел скрыть то, что было дано к истреблению. Это привело несчастье на весь Израиль, и в конце концов его и его семью сожгли. Мы находим, что Бог это делал много раз. И здесь мы находим, что он очистил церковь с самого начала. Ну, представьте себе, что церковь решила очиститься, проверить, кто чем занимается, спросить у каждого, кто смотрит там не те сайты, кто там имеет грех неисповеданный. И настолько строго подошло, что, например, отлучили 70% церкви, осталось 30%. Остались... Когда мало людей вообще, это опасно, потому что становишься с несколькими людьми. Но посмотрите, что произошло дальше. Как только это произошло, я уже прочитал вам 13 стих 5 главы, никто из посторонних не решал сообщаться, то есть приставить к ним, хотя народ их очень уважал. Но смотрите, следующий стих 14. Тем не менее, верующих в Господа становилось все больше и больше. И мужчин, и женщин. Другими словами, эффект пошел обратный. Церковь стала меньше, и это плохо, с одной стороны. Но после этого она сразу стала быстро расти. Почему? Она освободилась от лицемеров, но она начала расти людьми искренними. Еще раз в то время, каждый бы подумал, что если я пойду в церковь, и я не чистый, и я не проверил себя, и я не помолился Богу, я не исследовал себя, то меня могут выносить ногами вперед. Поэтому это было очень, очень, значит, серьезно. Когда я говорю, идти в церковь, не сравнивайте с нашим хождением в церкви. Я сравниваю это только с одним. Когда церковь собиралась? Та группа людей собиралась по домам, где они не собирались, в парке или там катакомбах. Вот когда они соединяются вместе, и ты будешь прославлять Бога, может быть, произойдет что-то страшное. После этого Бог не был так строгим. Он всегда давал людям годы покаяния. Но в то время, в начале Бог очистил церковь свою, для того, чтобы показать стандарт, показать пример, показать, как должна быть церковь. Мы знаем, что после того, как церковь очистилась, сразу она начала расти больше и больше. Но мы находим невероятные высказывания о церкви того времени. Люди выносили на улицы больных, клали их на кровати, на циновках, чтобы хоть тень Петра упала на них, когда он будет проходить мимо. Из городов, что были вблизи Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных, одержимых нечистыми духами. И все исцелялись. То есть, другими словами, почему они были в уважении у всего народа? Потому что вдруг люди получали очень много помощи от присутствия такой церкви в их месте. То есть, после того, как церковь очищается, что делает Господь с ними? Через них Он делает исцеление, Он делает чудеса, Он может работать через сосуд чистый. И посмотрите, как сказал Иисус. Иисус сказал, что если поверите, вы будете делать дела больше. Мы знаем, что мы не находим в Евангелиях, чтобы тень Христа кого-то исцелил. Мы находим, что кто-то коснулся Христа, исцелился, но мы не находим, что прямо так ставили людей, и когда Христос проходил, тень Христа исцелил. Почему? Потому что Бог захотел показать удивительное, что присутствие Духа Святого, присутствие Духа Святого в тебе может совершать чудеса. И как Христос сказал, будет происходить больше чудеса, так и происходило. Но кого-то это очень сильно стревожило. Когда весь народ радовался, как вы думаете, кто не радовался? И когда мы читаем, мы понимаем, что в наши дни есть одна категория людей, которые не радуются того, что Бог делает чудеса. Кто это категория людей? Законники, религиозные люди. Люди, которые тревожатся, что то, что происходит, не совпадает с их пониманием Бога. И вот так и мы находим в 17 стихе «Первосвященник и все приближенные, принадлежащие к партии Саддукеев, были переполнены завистью». И сразу говорится, почему религиозные люди не радуются. И они всегда будут критиковать. Они всегда будут критиковать всех, которые вокруг них. Почему? Потому что они, когда видят свободу, они дико обижаются. Почему? Из-за зависти. Они арестовали апостолов, заключили их в городскую темницу. И на второй день все собрались судить апостолов. Пошли, нашли темницу, или закрытую. Людей, которые сторожили их у входа, открыли там никого. Что произошло? Ночью ангел пришел, вывел их из темницы и послал их куда? Идите, говорит, и проповедуйте в храме. В храме они до сих пор еще не проповедовали. Никто никогда не осмелился проповедовать в храме. Они проповедовали в колоннаде Соломона, которые, ну, несколько сот метров за храмом. Но они никогда не могли в храме проповедовать, потому что там была стража. Там всегда держался порядок. Ну, представьте себе, что вы заходите сейчас в очень такую законическую церковь и нарушаете весь их непорядок. Тебя выведут оттуда, если не отлупят. Но в храме, чтобы ты нарушал порядок, который установился там тысячелетиями, там была стража, который должен был держать этот порядок. Это было немыслимо. И вот ангел, говорит, он не сказал, слушай, идите прячьтесь, чтобы вас не арестовали еще раз. Он говорит, идите и проповедуйте в храме. Апостолы вышли, только их спасли, они понимали, что значит проповедовать в храме. Это означает, что у тебя 10, 20, 30 минут, пока стража не найдет тебя, и это будет чистая смерть. Они пошли туда, и они действительно проповедовали смело Иисуса Христа. В это время стража находилась, знаете где? На суде. Вместе с синедрионом, 70 человек, они подготовились судить, но не нашли, кого судить. И вот тогда кто-то сказал, слушай, а вы не этих ищите, они в храме. Побежала стража в храм, и очень, очень нежно их попросили. Почему? Потому что люди видели, что? Чудеса. И они слышали о имени Иисуса Христа. Они поняли, что происходит. Они уже держали их в таком почете, что любой, кто коснулся бы их, они бы растерзали. И поэтому все поняли это, нежно их привели обратно. И сказали, не сказали бы вам, не предупредили, сколько раз вам нужно говорить, что вам нельзя говорить о имени Иисуса Христа. И вот здесь Петр встает и говорит свою четвертую проповедь. Я бы хотел прочитать, потому что это действительно удивительно, что говорит Петр. Мы говорим с 28 стиха. Мы вам строго запретили не учить от этого имени, но вы весь Иерусалим наполнили своим учением. Здесь мы находим и эффект, что сделали верующие в те дни. Они сразу наполнили весь город этим учением. За несколько недель, может быть месяцев. Дальше написано, и обвиняйте нас в смерти этого человека. Петр и другие апостолы ответили, мы должны больше подчиняться Богу, чем людям. Бог наших отцов воскресил Иисуса Христа, которого вы убили. То есть они сказали, что вы делаете? Вы проповедуете Иисуса Христа и нас обвиняете. Петр говорит, хорошо, подождите, я буду еще раз вам проповедовать Иисуса Христа, я буду вас еще раз обвинять. Он делает это, и вы должны понимать, что это означает. Это означает, что ты говоришь обвинения, которые достаточно, чтобы тебя убить. То есть Петр не был уверен, что после этих слов его не убьют. Наверняка он думал, что точно его убьют. Потому что убили Иисуса Христа. И посмотрите, Иисус Христос не обвинял так, как обвиняет сейчас Петр. И он говорит, вы убили Иисуса Христа, который, значит, вы повесили на древе, но Бог его воскресил. Синедрион, 70 судей, большинство из них это были саддукея. Люди, которые, они зверели, а зверели, когда слышали про воскресенье. Это было полностью несовместимо с их неучением. Петр не только обвиняет их, но проповедует о воскресенье. И смотрите, что говорит дальше. Но Бог возвысил его своей рукой, как вождя, как спасителя, чтобы дать Израилю возможность покаяния и прощения грехов. Свидетели этому мы и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто послушен Ему. Когда присутствующие услышали это, они пришли в ярость. И угадайте, что они решили делать? Убить. Хотели убить их, но их спас один человек. Мудрый человек. Их спас человек богобоязнный. И тут понимаешь, что ты можешь быть в религии, но если ты богобоязненный, Бог говорит с тобой. Он был тоже религиозным человеком. Этот человек – учитель Павла. Учитель Савла. Учитель тот, который научит самого большого проповедника мира, которого мы знаем. И этот человек, вы знаете его имя, подскажите мне. Гамальел. Он – учитель закона, уважаемый всем народом. Он говорит, вы видите их. И он говорит, что вы делаете? Вспомните, что был уже один вождь, и он называет это Февда. Он выдавал себя за какого-то важного и собрал 400 человек вокруг себя, но его убили, и что случилось с его культом? Он исчез. Потом был другой, Юда из Галилея. Тоже выдавал себя за важного, тоже собрал толпу вокруг себя. Его тоже умерли, где это учение исчезло. Поэтому он говорит, слушайте, подумайте, что вы делаете. Если это человеческое, что сделает Бог? Он уничтожит. Но если это от Бога, вы окажетесь врагами Бога. Вы окажетесь, что будете бороться с тем, что невозможно бороться, потому что это от Бога. Какое влияние заимел этот уважаемый человек на других апостолов? Ну, короткое влияние и ограниченное. Но достаточное, чтобы сейчас спасти всех этих апостолов. Почему короткое? Потому что в конце концов всех этих апостолов убили. Убили позже. Почему ограниченное? Потому что они решили не убить, но зато побить. И поэтому взяли их, побили их хорошо. Еще раз сказали, чтобы они не проповедовали о Иисусе Христе. Но посмотрите на этих апостолов. И вы сейчас представьте себе, что они вышли побитые из зала суда или из места, где их побили. И мы как бы их видим сейчас, прыгающие с ногу на ногу и радующиеся. Свидетельства первых верующих в первом веке все говорят о том, что верующие хотели умереть за Христа. Это была их мечта. Все они хотели, чтобы их побили. Не потому, что они были какие-то мазохистами. Давайте я вам скажу, почему они хотели, чтобы их побили. И я читаю с конца Деяния 5 главы 41 стих. Апостолы вышли из Высшего Совета, из Высшего Суда, радуясь тому, что они оказались достойными понести такое бесчестие ради имени Иисуса Христа. То есть у них была только одна причина, почему они хотели, чтобы их побили. Чтобы они были достойны хоть чем-то, хоть как-то приблизиться к тому, что сделал Иисус. Приблизиться к страданию Христа. И посмотрите дальше. И каждый день в храме, потому что храм, это была старая система. Еще раз, скоро Бог ее уничтожит. В 70-м году ее уничтожил Бог. Он убрал полностью эту систему, чтобы люди не могли привязываться к ней, потому что верующие привязывались, еще держались. Но смотрите, и по домам они продолжали учить и возвещать о том, что Иисус Христос. Когда мы говорим о церкви, мы не должны никогда представить четыре стены. Многие сейчас мода, давайте мы сделаем домашнюю церковь. И это тоже неправильно. Что правильно? Церковь по домам. Это означает не место, а не домашняя церковь. Церковь по домам это означает, что ты можешь встречаться и по домам, и в кафе, и в парке, и в любом месте, потому что не место делает святым, а присутствие этих людей. Людей, которые имеют Духа Святого, людей, которые чистые сердцем и которые хотят прославить Бога. Еще раз, деяния апостолов достаточно читать. Вам не нужно, чтобы кто-то проповедовал. И я хочу, чтобы мы потихоньку научились, отошли от того, что мы вас плохо научили. Научили мы плохо, потому что кто-то стал впереди вас, умный дядя, и вам говорил из Библии, вы подумали, что это всегда будет. И поэтому всегда ждали умного дядя, чтобы вам говорил. А мы хотим, чтобы у вас появился другой центр. Библия вас всегда научит. Вы можете легко научиться. Было бы наивно с моей стороны подумать, что за полчаса я буду изменять ваши сердца один раз в неделю. Это наивно думать, потому что для того, чтобы наши сердца изменились, мы должны находиться в этом, думать об этом, молиться об этом, размышлять об этом. И поэтому одну истину нужно держать очень долго в голове, чтобы она заимела эффект на твое сердце. А если слышишь проповеди, через полчаса забыл, практически это ничего не помогает. И поэтому еще раз я избрал деяние апостолов, чтобы вы не были нацелены на что-то новое, потому что наверняка новое вы не найдете здесь ничего, вы знаете уже все. Но чтобы вы нацеливались Боже, если ты мне еще раз об этом говоришь, что я могу применять на этой неделе. Давайте сейчас сделаем итог всего, что мы учились, а вы скажете одну истину. Одну истину, которую вы думаете, что Бог через Духа Святого напомнил вам сегодня, что вы можете применить на эту неделю. Значит, еще раз, апостолы находятся на суде. Они находятся на суде после того, как весь город их прославлял. Прославлял за чудеса, которые творились в Иерусалиме через них. А чудеса творились в Иерусалиме через них, потому что перед этим произошло еще сильнее очищение, очищение церкви. И мы находим, что всегда, когда должен был кто-то что-то делать или говорить, он исполнялся Духом Святым. Недостаточно принимать Духа Святого, нужно еще продолжать исполняться Духом Святым. Когда человек исполняется Духом Святым? Когда он хочет исполнить волю Божию. И в том моменте, в том контексте ему нужна добавочная сила, ему нужна смелость. И Дух Святой всегда отвечает на нужды каждого момента. Всего лишь требуется что-то от нас. Их заставляли заткнуться или остановиться, не говорить. но они все время говорили, мы не можем, мы не можем молчать о том, что мы видели и что слышали. И это есть определение свидетеля. Свидетель не может молчать. В момент, когда в тебе вошла сила Божия, ты не можешь молчать. Поэтому ты поделишься самой большой новостью, если с тобой произошло что-то невероятное. Послушайте, вы нашли когда-нибудь человека, с кем произошло чудо или невероятное, чтобы он молчал. У него краснеет лицо, он взрываться готов, он не может молчать, он хочет поделиться, потому что с великой радостью, с великим событием ты всегда хочешь поделиться. Как кто-то сказал, если хотите наказать еврея, разрешите ему увидеть чудо, а потом запретите ему говорить об этом. И вы увидите, что он будет самым несчастным человеком. То же самое я говорю, если вы хотите наказать христианина, дайте ему пережить рождение свыше, а потом запретите ему говорить об этом. И вы увидите, что он станет несчастным. Так вот, апостолы не захотели стать несчастным. И поэтому они продолжали во всех условиях, даже перед угрозой смерти, говорить о великом исцелении. Хорошо, сейчас давайте я вас спрошу, кто понял одну истину, самую простую, неважно заумную. Для меня это снова было напоминанием о том, что с Богом шутки плохи. Ты не можешь нечистым приближаться к Нему. Бог милостив, но не терпит это смерть. И как ты будешь применять? Применять я буду к тому, что в первую очередь проверять себя каждый раз и не искать как-то оправданий и извинений надеясь не улучшилась, если я сама в первую очередь не пойму, где я стою. Для меня было очень важно слышать в начале, когда прозвучала фраза о том, что нужно делиться всем, то, что тебе принадлежит. но у меня также возникла мысль о том, что очень важно делиться не только теми вещами, деньгами, но и своими переживаниями, скажем, это горе было или это радость было, делиться. То есть это тоже риск, и это смело, требуется смелость для того, чтобы делиться. Но это единство, это то единство, которое объединяет нас, когда мы делимся тем, что нам очень близко если тебя Бог зовет идти в Синедрион, значит, ты не должен уклоняться, ты должен следовать туда, в Синедрион, и даже вопреки, если там тебя побьют или еще что-то с тобой сделать, ты должен идти и говорить. Как ты будешь поменять? Говорить людям? Вы понимаете, что я бы хотел, чтобы вы помолились на этой неделе о том, что Бог вам сказал, потому что только тогда истина станет частью из вас. Если вы услышали, это интересно, так же оно забывается в течение полчаса, может быть час, может быть день, но все равно забывается. Но если ты целую неделю молишься об этом и говоришь Боже, прояви ее через меня, я не могу, но ты можешь, поверьте, это молитва по воле Божьей. Еще? Мы должны подчиняться больше Богу, чем людям. У меня часто действует человеческое мнение обо мне, и эти будут, часто бывает, что дорожу. И сейчас я поняла, что я должна больше подчиняться Богу, чем нравиться просто людям. И как сказать, у меня есть тот же товарищ, про который я каждый раз говорю из детского сада моего, из младшей группы, и я ему сразу говорю, слушай, ты очень много меня слышал о Боге, ты очень много знаешь теперь, но я хочу сказать, что ты погибнешь, и не только ты, вся твоя семья погибнет. Хочется тебе это слышать или не хочется, но ты погибнешь, и вся твоя семья погибнешь, а если вдруг ты не придешь к Богу? Я должен уйти на американском собрании, я только скажу, что для меня, я увидел Петра, который не делал Евангелие мягким, я его вижу много раз, когда я говорю с людьми, я делаю ее очень мягким, чтобы человек принял, а он давал Евангелие как она есть, и это для меня, чтобы молился, чтобы у меня было достаточно смелости говорить там, где нужно обвинять, обвинять, говорить истину, потому что человек, в конце концов, искренний человек оценит, что ты сказал правду, ты сказал правду, какая она есть, правда, которая сделана мягкой, это уже не правда, сейчас Олег так, да, значит, Саша берет дальше управление, руль, объявление говорить, и все, я думаю, что успею до конца, давайте мы помолимся, то есть вы помолитесь без меня, потому что я должен обвинять, спасибо, спасибо,